Друзья, с вами Кен Грокс и мой сокастер 2day. Да, всем привет. Сегодня у нас фасткапчик, и играют две команды, Immortal Games и DayDistar. Идет первый бан. Часто я на, кстати, Бриста. А, вот он, сразу Алхимик идет. У команды Immortal Games. Immortal Games, интересное название. Ну, ничего. Ждем второй бан. Вот DayDistar. Как же, уложение будет бантика. А, вот Тимми Соу. Отличный хардлайнер. В принципе, да. Что я смотрю, в наших пабах не любят этого персонажа. Совсем. В обычных? Да. Ну, возможно, да, не любят. Но больше всего... А, вот он, Брист. Бристл Бэк и Эмбер Спирит. Эмбер Спирит, да. Еще два противных персонажа. Ну, и сразу идут в бан. Ну, первый пик у команды... Immortal Games. Immortal Games, да. И сразу же потом будут пикать двух тресов и DayDistar. Ну, ну же, давайте. Пикайте. Давай их эффект. Пошло дополнительное время. Минутка 50 секунд. Возможно, сразу же возьмут саппорта или, там, допустим, гейли, которые будут фармить в трипле. А может, и в лес кого-нибудь возьмут. Ну, вряд ли сразу же берут мидера или, там, лесника. Да, в основном оставляют. Которые могут. Могу, нет. Чё-то долго думает команда Immortal Games. Кого же им пикнуть. А вдруг какая-то особенная стратегия. Да. Мега стратегия. Ну, вот и Саппорт, да. Shadow Shaman. Возможно, сразу заедет после этого Урса какая-нибудь. Ну, да. И по этой связке очень-таки мощная. Ну, посмотрим. Мы так-то судить не можем сразу. Ну, хотя, Раста и Бибзурса довольно очень сильный персонаж. Два сильнейших дизейблов плюс пуш-потенциал. Даймол не засаживает на первых левелах. Очень большой-таки дамаг. Плюс ОАЭ. Инвокер Абдон. Ну, Абдон, чтобы сейвить от дизейблов. А Инвокер, понятно. Инвокер, я универсальный. Да. Да, не такой уж не универсальный. Редко его видно вообще как саппорт. Керри ещё можно там увидеть когда-нибудь, когда он через Аллакрити плюс какие-нибудь криты, так ещё заезжает. А вот как саппорт, не. А вдруг тут будет мега-инвокер-саппорт. Вдруг у них мега-стратегия. Вдруг он вообще не на миг пойдёт. Да, в лес, да? С первого уровня. Да. Интересно, сейчас кого-то. Ага. Вот так вот, да? Вот второй саппорт. Ну, тут сразу же керри в треплу возьмут. А вдруг цемка в лес уйдёт? Ага. Хотя я видел видюшку там, где цемка фармит в лесу. Да я спокойно колбу прокачал. Пьёшь себе кого угодно. У меня просто рейндж огромный и ближники не успевают туда добегать. Там можно понемногу фармить. Сразу на энджин так можно. Вайт, а? Необычный бан. Ни одного саппорта не забанили ещё пока. Immortal Games. Да, как и Дэдди Стар тоже. Странно, что Дэдди Стар не забанила Урсу. Вот, кстати, да, Урса отлично заезжает под СМ. Заехал, да. Под СМ и под Shadow Shaman это вообще будет мясо. У них получается уже три дизайбла жёстких, считая колбу, Hex и сетку. Тут уже будет непросто. Ну, хотя у них есть Abaddon. Abaddon не может всех спасти. Тем не менее, если на кого-то будут кидать, кого-то фокусить, то он его засейвит всё-таки. Хотя, если выждать время, то он собьёт только один дизайбл, и остальные медвы можно накрыть. Кстати, Пугна бы очень хорошо заехала Дэдди Стар, потому что там Раста про кастер, ему нужна мана очень жёстко, и он монокост хороший. Ну, я думаю, все видели уже видео, когда Пугна с рефрешером ставит два варда, Шаман просто кастует свою ульту и умирает. Дайкольно. Да. Этого я не видел. Там монокост на третьем левеле 600. Ну, считай, там урона плецается очень много. Ну, посмотрим, что он банит, точнее пикать. Ну, да, дополнительное время уже пошло. Странный бан был ДП. Тут особо стратегии под неё никакой не видно. Хотя она и без стратегии нормально заезжает, но я бы всё-таки на их месте урсу запанил. Потому что у имморталгеймс нет ещё ни одного кэрри и им никто не мешает пикнуть эту злую медведицу. Да, я тебе скажу, мега злую. Ну да. Это придётся, если они пикнут урсу. Ага, ну так. Вот надо было вместо свеном банить саппорт. Да, свен вообще непонятный бан, если честно. Куда он под что? Его можно под виспо хорошо свеном брать за счёт того, что он там делает ему стаки и иншентов. Он покупает в этом батлфуре какой-нибудь или даже не парится. А, герокоптер вот так. Ага, ну это герокоптер будет. А, нет, знаешь, где герокоптер может ещё и на мид пойти? Ну и где ты последний раз видел мидера герокоптера? Ну вот, Ancient Operation в последнее время практически в каждой игре либо в бане, либо в пике. Потому что с его ультой и на первых левелах с Чилинтачем, Чилинтач даёт огромный урон в ранней игре, а ульту аппарата, я думаю, все знают и все боятся. Хоть ты под фонтаном, хоть ты алл-химик, хоть ты гуля какой-нибудь, никакой лайфстил, ничего не помогает. Разве что Пайпа. Ну, а Пайпа в начале особо... Ладно, будем сейчас смотреть. Интересно, какого Кэрри пикнуть Дэдди Стар? Ну, будем смотреть. Вдруг у них Абадон. А, ну, я думаю, возможно, возможно. Но все-таки он лучше заезжает, как саппорт. Причем, возможно, что аппарат будет на четвертой позиции, а Абадон А вот так вот. Это либо в харду он пойдет, но я сомневаюсь, что они пустят его на легкую вайпера. В харде он будет смотреться гораздо лучше. Он будет и герокоптеру мешать. Хотя, если выйдут, конечно же, Кристалмейден и Шадоу Шаман с тремя дизейблами, герокоптер просто пустит свой Rocket Barrage, и все. Прощай, Вайпер. Да. Отвечаю. Hardline. Ну да, сейчас анимедия рапикнут, и все нормально. То есть, с тактикой Immortal Games мы уже разобрались. Теперь интересно, что возьмут Дэдди Стар? Скорее всего, это будет Мейн Керри. Ну, а Immortal Games, понятное дело, ну, тут мидер, да. Хотя, возможно, они и Клокерка в мид поставят. Дэдди нам показывал, как-то нам дали. По стандартам, которые ставят обычные. Да, ну. А что там придумают уже команды свои? Пауэр разобанили, правильно, потому что против инвокера он бы отлично стоял. Ну да, там, лишая интеллекта и накидывая просто. Их плейтюм, не знаю, мне кажется, даже по полезней инвокера будет. Больше и дэмэджи вносит, и Суркин, конечно же, выдает и вайперу. Ну, если дать кач, и инвокер будет не криворукий. Ну, это... Если будет там делать комбо в 4... 4 спейл отон. И дамаг, и дизейблы всякие. Да. Ну, а мы сейчас посмотрим, кого возьмут. Забанили Никса. Ну, значит, они думают, что вайпер пойдет все-таки в легкую. Потому что Никса можно было бы поставить сложную. Он бы, конечно, там терпел-терпел, взял бы 6-й левел, пришел бы там на мид кого-нибудь загангл. Ну, да, там, в принципе, может, и полкснеп, и... Да, и поднялся. Да, очень было бы больно. Ну, посмотрим. Никс тоже вроде неплохой бан, всего... Карапас. Карапас. Ой, ладно, в общем. Карапас. Да. Ну, и вот сейчас финальные пики, наконец-то. Да. Один мидер и второй керри. Какой-нибудь. Ой, да ты издал баллы. Я не думаю. У меня кошка больная какая-то. А, вот, понятно, значит. Вот пак, да. Может, они Абадона решили послать в сложную? Кстати, все может быть, он может отстоять. А, стоп. Значит, это может быть фармящий пак. Он быстро себе оформливает даггер. И начинаются замесы дикие. У них на самом-то деле очень... У Дэди Стар очень хороший потенциал в драке. За счет пака, ооо, вот это да. Ну, Кунка, ну... Куни сейчас встретишь на самом деле. Ну, да. Хотя он отличный мидер, мне так кажется. Ну, да. Хотя не против всех героев. Допустим, против Акаша он не очень хорошо-таки стоит. Грамотный. Если качать его через даггер, то Кунку можно спокойно. И будет ли тактическая пауза, или все-таки будут держать игроки, не будут пикать последнего героя, там уговорят все, успокоятся, настроятся на игру и будут идти по линиям. Все, остались только два. Может, они спорят, кто кому достанется. Я на самом-то деле выбрал бы аппарата. Да, если ты играешь там керри какого-нибудь или за инвокеров, да, выбрал бы ты аппарата. Нет, ну... Мне просто аппарат больше. Ну вот, короче, разобрали. Игроки. Вот у Гунки такой заряженный сет. Прикольно. Солидно, солидно. Да, и в ЦМке. Он такой, и слышно, у меня есть тут сет на Кунку, пикни мне мидера. Да. Законил кого, да. Сет на Кунку, пикни мне мидера. Ну... Так, ну... Ах, это же вот не поставили паков в Горду. Ну, возможно, чем-то и хорошо. Он будет хорошо уходить от дизайблов, а их тут аж три штуки. Хотя, если его поймают в сеть, если он грамотно сыграет через арбу и фейсшифт, то он сможет уйти. Сначала кидаешь арбу, собственно, фейсшифт и переходишь на арбу. Точнее, дизайблов и все, ты спасен. Плюс ему какой-нибудь быстрый... Квадратная эта светится. Ну, знаешь, указатель на... Казатель области на карте. Ну, да, и у тебя тоже светится, ну что. Квадратная? Да. Краникин квадратная такая. У тебя квадратная такая. Перевернутая трапеция. А, за клокверком... А, я понял, что она за ним бегала. Ставится стандартный вард на Хардлейне. Да, и сразу же появляется... Там, на руна тут особо... Миди-кунке она не так нужна пока что. О, клокверк терпеть будет. На самом-то деле, самые хорошие варды в начале игры. Одно, один вард на мид, получается. Который и руну видит, и палит всякие ганги там нехорошие, если кто-то заходит. Плюс и мидера тоже немного захватывает. А вот здесь видно будут... А, нет, деварди они не будут. У них нет центрей. Тем не менее, тут вайперу ничего вообще не грозит. Да, он будет себе спокойно фармить. На фрифарме он себе вкачает быстро ульту, и клокверк от него будет потерпать. Если, конечно, ему там какой-нибудь кунг не придет, не поможет. А, там даже... На ганг-кулы двинулись. А чем его тут ловить? А, нет, у инокера уже есть коллснэп. Тем не менее... Ни одного стана, ничего, ой. Нет? Ага, вот кунг вот. Спокойно. Уходит кунг, спокойно. Тем не менее, выбили у него фласочку. Уже. Ну ничего. Он себе, я вам еще это купил. Ну, тут тем временем вайпер подхорашивает даже понемногу. Так я смотрю, его запулили, да? Ему саппорты. Опа, а фласочку дали ей. Так, ставится пауза. О, телефон. Ну, разве нельзя выключить во время игры? Нет. Ты что? Ты что? Никогда. Ну, так и вот. Ну, так и вот. Что бы такого сказать? А, герокоптер решил взять все-таки хоми миссл. Ну, в принципе, это и неплохой выбор. За счет трех дизейблов она будет сто процентов практически залетать. Ты, кстати, видишь, Т3? Да, да, да. Тут, возможно, сейчас Shadow Shaman подстрянет. Ну, правда, у них ни одного стана нет. Не считая, конечно, колд фида. Но как они будут его на месте сейчас задерживать, это непонятно. Мне кажется, тут сейчас просто... Ага, то есть он видит их. Все там понятно. Да, все. Уходит. Тем не менее, они заплочили им кэмп. Теперь отводов не будет, но... Да. Тут все отлично видно. За счет этого тут уже... Трипла на Триплу этот, понял, переместились. Ну, вайперу тут они особо не нужны. Ну, да, они... Ему как раз и кто-то не будет воровать. А Трипла у... Как там? Дэди... Дэди Гейн. Да. Дэди Старс. Вот, Дэди Старс у них очень... Такие... Как сказать? Не знаю. Проворные, не знаю, что ли. За счет Абаддона и... Пака. Тут главное аппарату не подставиться, и все будет нормально. Хотя его тоже, мне кажется, засейвить будет. Не проблематично. А, тут я знаю, приходит. Вы твинулись на вайпера? Ну... Так как у них тут варт? А, стоп. Это вражеский варт. Варт, да. Большое впечатление, да. ММГ. Не, ММГ. Вот. Стоит варт. Я думаю, сейчас... А, вайпер не вкачал кожу. Вот это вот все-таки как-то, ну... Вот как я и говорю, он сейчас 3D-Zейпла 100% залетает. Да, вот код, батарейки и ракета. Скорее всего ФБ. А может... Нет, все-таки ФБ. Достается керокоптеру. И... Конечно, он не успевает. Не успевает. Абаддон. Точнее, он щиток успел кинуть, но... Ну да. ФБ, это, по-моему, не спасло. Так как у него первый левел, он... Нет, у него мистикойла. Клокверк улетает все-таки на топ. Какие-то странные свап лайнами. Да, перемена мест такая. И снова оказывается 3-плай на 3-плай. Да. Это уже свапер. Просто поменялись 3-плай. Ага, вот турка и накидывает, накидывает. Неужели? Нет, все-таки... А вот СНК может еще подстрелять, потом поняты какие-то экземпляры. Достается керокоптеру. Бомба в ободонах летит. Может, он счеток? Нет, нет, счеток. Ну, что же ты делаешь? Нужно же убивать. Да, убивает даблкил достается вайперу. Нет. 1-2-1 аппарата. Но аппараты прекрасно у него уже 3-й левел с половиной. Это же просто... Офигенительно для команды DS. То есть... Офигенительно. А что? Не, ну а что, не правда? Смотри. Уже вайпер забрал одного. Он уже почти 6-го. Он сейчас... Он уже почти 6-го. Он сейчас ульту получит, и можно по кд убивать. Потому что у них тут сейвов вообще никаких практически. Одни дизейблы в основном. И все герои, смотри, тут хилы, тут урасты 500 хп. ЦМки 500. Да и у гира не намного больше. Ну, 587. Ну, почти 600, ладно, допустим. На миду, конечно, идет борьба тут некая... Так, что тут по крипсату? Друг за другом. Ну, два лидера 25-24 у инвокера и у вайпера. Ну, дальше идет там с 18 крипами пак. Как ни странно, он пак на хардлейне. Ну, ладно, он тут, конечно, вначале чуть-чуть. Против триплы, потом к нему стянулись два саппорта. Вот, смотри, сейчас Клоквик, наверное, еще отхватит. Нет, 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 хватит. Неужели? Нет, хилку ее зайти, и уходит. Все, уходит. Пак долго выжидал со своими с полами, думал чуть-чуть его развести все-таки. А еще с хилку собьет? Нет, нет, не сбил. Все нормально. Вот первый хороший артефакт появляется у герокоптера, это фейзы. А вайпера так-то неплохо накидывает, набрасывает. Да, у него уже второй незотоксин, плюс поезонатак, третий. Сейчас ульту получает, и можно вообще пока добивать. СМК, разбивай руну, разбивай руну. Не, не успел. Если бы еще Чилинтач действовал на иллюзии, он бы сейчас его просто с руки забрал, это СМК. Ну да, там всего лишь 500 хп, а там доп. урон на каком? 50, ты считай, да, там урона вышло бы очень много. Так, а тем временем у кукерка появляется уже ультимейт, может инициировать неплохо, но у него всего лишь тапок и патит, пурменшилд, а даже стоншик. О, там инвокер на меди убивает кунку. А, и под пылью, видишь, под пылью заходит. Нет, тут уже пылью. А тут инвокер уже, у него есть векс четвертого, плюс фейзы. Он тут бегает как угорелый. Да, еще один такой. Вот-вот-вот, смотри, на боте герокоптер проседает от вайпера. Хотя, тем не менее, он его очень неплохо пробил. Да, сейчас тут вайперу. Вайпер все-таки отъезжает сразу. О, он сильно далеко зашел. Но тут тузелька, нет, сразу минус СМК. Зря она, конечно, пошла вот так вот. Зачем это было делать? Ну, ой, ладно. Огромная ошибка СМК, что произошла. Так, а тем временем ДС ведет уже по золоту приблизительно на 4 тысячи. Уже на седьмой минуте пройдешь? Да, это... А сам-то Торренто михарасит, че ты? Да, он мог бы и кораблями харасить, там, КД минута и монокос не такой уж большой для такого сильного спыла. Он там даже на первом левеле наносит уже очень приличный урон, 400 урона. Ну, 300 внесется чисто. Ем, бедра и колд снэп, скорее всего, нет. Да, колд снэп и минус Кунка снова-таки. Не хорошо сработал инвокер. Инвокер хороший попался. То есть, взяли, посадили на инвокера опытного игрока. И, в принципе, он хорошо, отлично справляется со своими способностями. Ну, и вот на боте забирают Абадона. Ты просто посмотри, насколько инвокер по кипам превосходит Кунку. Блин, а тут пат забирает Клабверк. Тут, блин, такое творится. Динамическая игра получилась динамичная. Да, я думаю, на посткапках не будет никаких там затяжных. Не, ну да, там максимум 20 минут и все. Да, жаль мне Кунку, однако. У него всего лишь боттл, а это на 8-й минуте. А тем временем у инвокера уже довольно-таки прилично барабаны, фейзы, ну, талисман, грейджиный стик. Так ты посмотри, насколько он превосходит Кунку. Там 52 крипа, а у Кунки 14. То есть, мид... Да, мид выигран в флам. Но, возможно, сейчас тут еще и Клокерка заберут. Тем временем, пак уже может себе купить этот Блинг Даггер. Вот инвокер. Нет, попадает, ух. Кулд снэп, сразу же там шарик Коги ставит, но нет. Коги бесполезны и убивает Клокерка сразу же. Спасибо, Наталья. А тут мега за место, связывает раста аппарата, но нет. Тут уже полезно, тут вайпер. Вайперу достается даблкил. Ну, ты посмотри, у него уже даже мега есть. То есть, его команда вообще приседать не будет за счет Абаддона и меги. Да. Да. Но, знаешь, с вардингом у них почти... А, они себе поставили. Эти варды. Вроде он и блочит кемп, но Дейсом он и даром не нужен. Сейчас тут, возможно, опять отъедет Гира, если не тпшница. Нет, все, убивает. Он уйдет и уходит, да. А там, в принципе, смотри, ни одного стана. Да, Кунка. В принципе, ни одного стана. Ни одного стана. Жаль мне этого Кунку. Счет 11-3 уже на 10-й минуте. Я думаю, это показатель. Да, у них все лайны, по сути дела, выиграны. И топ там, пак. Он пусть не убивал, но зато у него уже есть даггер. А это на 10-й минуте. Убивал Клокверка. Так. Пару раз убивал. Не надо тут. Он даже колл снэп, по-моему, нет. А, нет. Использовал. В общем, тут идет уже доминация ДСов. Ну да, тут уже 12-13. То есть, Кунку там на миду забирали. Вначале были просто непонятные перемещения от них. Трипла то наверху стояла, потом они сдвинулись вниз. Зачем? Пусть бы они убивали этого Клокверка на низу там свайпером, но в то время фармил бы гирокоптер и, возможно, уже хоть что-то да вынес. Ну, они посчитали нужным гирокоптер переместиться вниз. Тут явно снизу трипла была мощнее. У них хоть там есть и есть 3D Zaybla, но забивайте там. Ну, какая няшка. Да, золотой, чуть-чуть поняшней. Или хотя бы платинам. Не, ну ты сравнили. Это фасткап, а не старсель. Мне больше нравится вот у этих. У IMMG. А, да. Тоже красиво. Ракоша такой. Не пошли. Хочу себе такого. Я, конечно, много хочу, но всё равно. Будешь зарабатывать, купишь. Да, да, да. Так что-то они сейчас постараются тут с паком сделать, но он спокойно может уйти, даже не парится. Ну, правда. Да, уходит. Почему он сразу в дагере не использовал КДЦМку? Заметил. А, то есть он решил чуть-чуть помансовать. О, хорошая связка, сразу ЕМП. И то есть тут та, инвокер убивает сразу СЦМку. О, он ещё попытался и Расту зацепить, но чуть-чуть. Тут он в В... Да, хотел зацепить ветрами, но Раста пошёл. Ну, он так уже науга откинул. Тем не менее, тут... Но они не отступают, и я думаю... О, там тем временем Вайпер флокверка забрал. Я думаю, они пойдут на Расту и... А, чего им тут стесняться, потому что там Абадон чуть-чуть не туда зашёл, но... Не, сразу же всё, уже можно сказать, минус Раста. Да, сразу же тут моментально просто. Да, тут разгром идёт просто. И неплохая командная игра от ДДСов, то есть, в принципе, неплохо они и мид, и перелайнили, так сказать. Ну, понимаешь, линии. ДДС явно их обыграли. Кунка с МИДа ни разу не вышел. А куда ему выходить? Он ещё даже ничего не нафармил себя. То есть, по-русски, он даже тапок несёт. Тапок и стик. Инвокер. Я в премию ему инвокера уже... Он приближается практически к Арчииду. Вот, кстати, да. Вероним. Тут я ручит, особо не нужен кого тут затыкать. Саппортов, они и так особо тут ничего не вносят. а то есть вот так они решили не собираются но разрушается фонтан в самом деле странно один убежал рассказать ливнул остальные то есть вот так вот даже ну тут то есть на пудо сто процентов кунку тут в соответствии с того что я просто скидроваясь а он даже решил зацепить его на да тут и явно дс оказались намного сильнее своих противников миг можно на то было и рассчитано чтобы и так ну понимаешь фаспуш там и все такое хотя не у тех ни у других пуша вообще никакого нет нет атака в общем но так что это будет шутцов 10 раз писали эггэ ливнить а наверное кто то не соглашался тут клокер конец фонтан а то есть это очень быстро раскатали своих оппонентов 14 минут ну считай можно сказать за 20 там пик там минут 5 и еще на тем временем у инвокера 7 0 ну да 7 0 то есть гпм 573 что очень таки немало для но в общем команды дс оказалось сильнее так кому-то так писал хорошо сейчас наберу ну пожалуй с вами друзья да мы прощаемся прощаемся до новых встреч и заходите смотрите подписывайтесь до свидос